Библейский портал экзегет.ру представляет Они были едины, все собирались, преломяли хлеб, общее имущество, исключение из этого у нас уже в начале пятой главы было. То есть, ну, христиане прямо вот такая одна большая дружная семья. Слушайте, так бывает, чтобы несколько тысяч, а их уже несколько тысяч человек были, все абсолютно одинаково, друг друга хорошо понимали, никто никому не завидовал, не обижался. Вот так бывает в большой дружной семье, даже не очень большой, а тем более не очень дружной. Конечно, нет. Конечно, всегда какие-то трения возникают. Шестая глава с этого начинается. В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные иудеи начали жаловаться на иудеев, которые говорили по-еврейски. Естественно, это все внутри христианской общины. Часть из них иудеи по-еврейски говорят, а часть иудеи, которые живут уже, наверное, изначально жили в каких-то других областях, не в иудее и перешли на греческий язык, но как евреи в России говорят по-русски, в Америке по-английски и так далее. Но это и культурная разница. Если мы, допустим, сегодня евреи из Москвы встречают евреи из Нью-Йорка, они, конечно, не одинаковы не только по языку, но по воспитанию, по культуре. А тем более у них уже новая вера. Они еще как бы не отделились от иудаизма полностью. Они еще, в общем, себя осознают тем самым Израилем, который встретил своего мессию. Им помогут отделиться. Их очень мощно начнут отделять. И мы об этом тоже уже читали в пятой главе, как им запрещают проповедовать Иисуса. Но, тем не менее, они пока что еще вот едины с тем Израилем, который они надеются обратить, и который частично обращается. Но, смотрите, есть уже различия культурные, языковые, в характере. Людям свойственно всегда помогать больше своим, потому что мы их хорошо понимаем, мы их любим и ценим. Они, эти самые грекоязычные, говорили, что те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу. То есть, смотрите, у них еще и общий котел. Каждый день всех кормят. Ну, наверное, есть люди, которые самостоятельно себе зарабатывают на жизнь, а есть вдовы, у которых нет источника дохода, пенсии никто не платит, и пособие, значит, им дают. Но своим вдовам они их всех знают, да, они к ним хорошо относятся, они дают. А там еще какие-то есть, может, они робкие, может, они сами боятся заявить о себе. Вот, пожаловались, не хватает, не достает. Вот, смотрите, вроде бы все едины, но тут же исключение. Какие-то практические трения возникают сразу. Как решаются практические трения? Значит, что могли сделать апостолы? Они могли, во-первых, сказать, ой, отстаньте от нас с этой ерундой, сами разберетесь, да, самое простое решение всегда. Мы тут проповедуем, у нас тут другие дела. Можно было вникнуть в эти все подробности, и тогда мы с утра до вечера разбирали, сколько этой женщине дали, там, хлеба или масла, или еще чего, сколько той, но это невозможно абсолютно. Можно было, не знаю, там, как-то перекрикнуть на кого-то. Тогда 12 созвали всех учеников и сказали, мы не можем оставить служение Словом Божьим, заняться обслуживанием столов. Поэтому, братья, выберите из вашей среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных духа и мудростью, и мы возложим на них эту обязанность. Сами же мы будем уделять больше времени молитве и служению Словом. То есть, возникла потребность, возникло новое служение, возникла новая должность. Не потому, что кому-то надо было повесить там звездочки на погоны, кому-то надо было почетную грамоту вручить, а потому, что возникла потребность. Вот как все делается в церкви, когда церковь здорова, исходя из потребностей. И при этом выберите. Вот, пожалуйста, апостолы принимают ответственное решение о том, как должно быть организовано это служение, а сама община выбирает кандидатов. Почему? Потому что люди знают друг друга. Репутация. Если кого-то сверху поставить, его не будут уважать. Скажут, а он себе в карман все тащит. Но наоборот, пусть люди сами из своей среды выдвинут наиболее честных, распорядительных, толковых, по характеру, чтобы они были для этой работы подходящими. Это предложение всем понравилось. Выбрали Стефана, человека полного веры и святого духа. Обратите внимание. Полного веры и святого духа. Принцип выбора. Наверное, у него были и другие качества. Допустим, он хорошо умел считать, когда распределяют продавальство. Это важно уметь. Но главное, вот человек, в котором есть какие-то духовные качества, прежде всего. Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращенного в иудаизм. Даже, кстати, не иудей, это, значит, язычник. Обратим внимание, что все времена именно греческие. То есть, греки пожаловались. Давайте вы, греки, и будете этим заниматься. Выбирайте из своей среды. То есть, не то, что наказать их за ропот или, наоборот, наказать тех, кто не греки. Но вы хотите, давайте. У вас возникает потребность, проблема, решайте ее. Мы только за. Апостолы помолились и возложили на них руки. Вот обряд посвящения. То есть, возложили руки, тем самым их посвятили. Служители по-гречески, это диаконы. Но тогда они занимались, соответственно, хозяйственной частью. Слово Божие распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось. Даже многие священники покорились вере. Вот уже и священники принимают христианство. Священники Ветхозаветного храма, конечно. Дальше история про Стефана, того самого, которого выбрали. Тоже ему, казалось бы, надо столами заниматься, продовольствием распределять. Но если он человек, исполненный верой и Духа Святого, естественно, он участвует и в проповеди. Просто там у него обязанность основная, а проповедь — это уже его от души действие. Стефан, человек полной Божьей благодати и силы, совершал в народе великие чудеса и знамени. Некоторые из членов так называемой синагоги вольноотпущенников — киринцев и александрийцев, а также иудеи из Калики и провинции Азии — стали мешать Стефану в его работе, вступая с ним в спор. Синагога вольноотпущенников, ну, то есть, видимо, они бывшие рабы, которых освободили их хозяева, но они при этом иудеи, у них такой свой клуб. В античных городах очень часто были вот эти вот клубы, которые так или иначе были связаны с некоторым, ну, социальным статусом их посетителей. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать, мы слышали, как Стефан говорил богохольные слова против Моисея и Бога. Аргументов нет — обвиняют. Вот, да, и вот обвинение еще религиозное, да, то есть оно подсудно Синадриону. Они возбудили народ, старейшины, учителей закона, напав на Стефана, они схватили его и привели в высший совет. Представили лжесвидетелей, которые сказали, этот человек постоянно говорит против святого храма и против закона. Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вот, смотрите, в чем суть клеветы в данном случае, да, что Иисус пришел разрушить храм и изменить обычаи. Вот только ничего не трогайте. И как только начинается проповедь Христа, а проповедь она ведь не про то, что надо храм снести бы, да, построить другой. Вот обычаи у вас такие, а я другие заведу. Совершенно не про это. Она про что-то более важное. Но люди слышат это, потому что у них есть вот свое такое шаблонное туннельное видение, и любой шаг в сторону воспринимается как угроза сложившемуся положению вещей. Да, такой консерватизм бывает здоровым и творческим, когда люди все сохраняют, потому что лучше ничего не нашлось. А бывает тупым и ретроградным, когда вот вообще никогда ничего не трогаете, а то все развалится, испортится, и агрессивным, потому что это такая позиция, требующая агрессии. Все сидевшие в Высшем Совете внимательно смотрели на Стефана и увидели, что лицо его сияет, как лицо ангела. Вот, казалось бы, и ответ, да, то есть иногда слова даже не нужны. Слов от него потребуют. Это будет следующая, седьмая глава, с длинной речью Стефана. Стефана.